Члены областного правительства обсудили развитие туризма на территории Ивановской области. Плюс не должен быть единственной туристической жемчужиной. В нашем регионе планируется создать еще три туристических кластера – Палих, Гаврилов-Пасад и Кенишемская сторона. Эти институционные проекты уже включены в профильную федеральную программу. Финансирование составит 6 миллиардов рублей. Эти проекты позволят ускорить социально-экономическое развитие муниципалитетов. Будет создано почти 700 дополнительных рабочих мест со средней заработной платой 20 тысяч рублей. Срок окупаемости бюджетных инвестиций с учетом налогов всех уровней составит не более 10 лет. Существенно вырастет обеспеченность инженерной и транспортной инфраструктурой. Общая проблема для всех муниципальных районов, которая сдерживает развитие туризма – неразвитая инфраструктура. Палих, где планируют развивать туристический кластер «Родина-жар-птица» – не исключение. Серьезной проблемой для поселка является на протяжении многих лет отсутствие бесперебойного водоснабжения. Необходимо строительство новой артезианской скважины, реконструкция водопроводных сетей, износ которых составляет практически 100%. В том числе сетей, обеспечивающих целый ряд ключевых объектов туристской инфраструктуры. За последние 10 лет аварийность на них резко возросла. Очень важным является вопрос состояния системы очистки источных вод. Пропускная способность очистных сооружений в поселке Палих не соответствует существующей потребности. В Гаврилов-Пасаде планируется создать агротуристический кластер с использованием бренда «Конного завода». Общий объем финансирования проекта составит около 3 миллиардов рублей. Центральным ядром кластера станет создание современного центра «Конный двор» с гостиницей класса «4 звезды», открытым манежем, банями, спа, конными велосипедными тропами, мини-пекарней, собственной пивоварней, производством молока, производством сыра, проектом эко-овощи, а также мини-фермы для разведения коров, овец, коз и лошадей. Зашла на заседание правительства речь о водном маршруте по Волге от Плеса до Пучежа. Глава региона Павел Коньков предложил проработать вопрос о создании ежедневных рейсов. Без речного сообщения между волжскими городами туристический кластер «Волжская ривьера» будет неполноценным.